Руслан Любимский В понедельник было отправлено около 20 тонн гуманитарной помощи беженцам в Ростов-на-Дону. Сейчас ведется сбор для следующей отправки. Как вы видите, погрузка ведется активно, более активно, конечно, во второй половине дня. В основном это товары первой необходимости. Мы видим здесь очень много воды, в том числе текстиль, много товаров для детей. Потому как, по информации руководителя штаба в Ростове, половина прибывающих из Донецких и Луганских народных республик, беженцы – это в основном дети. А это уже Симферопольский район. Здесь, в пункте приема гуманитарной помощи беженцам, просто не протолкнуться. Местные жители несут продукты, одежду, предметы личной гигиены и игрушки. Первую отправку собрали около 300 килограммов продовольственных продуктов. Сейчас же ожидается большее количество. На данный момент был клич дан больше на средства личной гигиены, особенно для деток. То есть, и вот в этот раз очень много памперсов приносили, салфетки, пеленки, то есть, игрушки начали приносить. В обычной жизни это элементарные вещи. Но для беженцев, успевших взять лишь смену белья и документы, эти предметы жизненно необходимы. Я считаю, это долг каждого гражданина, каждого жителя. Назначено необходимо принимать участие и посильно оказывать помощь тем, кто сейчас оказался в сложной жизненной ситуации. Чаще всего жители Симферопольского района приносят продукты питания. Это различные макароны, крупы, консервы. Их собрали уже свыше двух тонн. Уже в ближайшее время состоится очередная отправка гуманитарной помощи из Крыма в пункты временного размещения эвакуированных. Оказать помощь можно как в будний, так и в выходной день.